Ребята, не забывайте, что в моем паблике есть бот, который по тегу определяет, какой следующий сундук вам выпадет, тег вашего профиля. Просто пишите сообщение боту с вашим тегом и нажимаете «Отправить». Далее он предоставляет вам подробную статистику этого аккаунта, вы можете аккаунт друга проверить, можете свой аккаунт, какой сундук следующий выпадет и так далее. Вот перечень, кстати, пунктов, которые он знает, просто пишите вот любую цифру, которая здесь, и он вам генерирует. Он теперь обрабатывает информацию быстрее и лучше. Ссылку я оставлю в описании, пользуйтесь, ребята, бот реально полезный. Всем привет, дорогие друзья, новый выпуск по Clash Royale, я только проснулся, поэтому у меня лицо очень опухшее, блин, поэтому не обращайте на это внимания. Значит, друзья, я вот совсем недавно создал новую рубрику, новый проект, новый аккаунт и усердно его прокачиваю сейчас, доначу в него, то есть пилю на нем видосы очень часто, но я как бы на основу тоже не забиваю, и видео будут выходить, и я тут тоже буду кубки апать, просто, наверное, чуть меньше, чем раньше, потому что, ну, на два проекта, точнее, на два аккаунта очень трудно разрываться, и на это очень надо много-много-много времени. Но, я видос по своему основному аккаунту хотел еще записать вчера. Я сегодня буду ныть, не, даже не ныть, я буду жаловаться, я буду возмущаться, то есть, ну, да, это можно назвать нытьем, потому что, ну, давайте будем эту ситуацию рассматривать объективно, и вы напишите свое мнение. Согласны ли вы со мной или нет? Значит, я сейчас вам покажу повтор. Значит, в чем суть вообще? Я возмущен тем, что я не попал в ТВ-Рояль. Да-да, до сих пор ною, потому что... Кстати, ребят, если вы хотите как можно быстрее видео на моем твинке, а оно должно выйти сегодня, я буду там покупать спецпредложение и буду донатить, давайте на этом ролике сразу наберем 5000 лайков, вы подпишитесь на канал и нажмете на колокольчик. Почему нажать на колокольчик? Потому что Ютуб очень часто не присылает уведомления, даже не показывает в ленте мои видео. Колокольчик эту тему хоть как-нибудь исправляет, поэтому если не хотите пропустить ни одной серии по моему новому проекту, нажмите на колокольчик, подпишитесь, вот, и ждите, сегодня будет еще видос по моему твинку. Я даже сливался на низкую арену и там играл шестыми легендарками, я выигрывал маленьких уровней, отдавал им победу, то есть по-разному, я делал много разных поединков и ни разу за все время не попал в Тиви Рояль. Помните наш челлендж, когда мы с Зибраилом сливались на первую арену? Он попал, а я нет. Это происходит случайно, естественно, можно сделать это и специально, то есть, я не знаю, с помощью каких-то алгоритмов, ну, не важно. В общем, это не единичный случай моего поединка, который он не попадает в Тиви Рояль. Я сейчас объясню. Давайте я вам просто покажу этот поединок, а потом вернемся в Тиви Рояль и посмотрим поединки, которые там есть и сравним. Сравним, то есть, это был, это было вчера или, сейчас, блин, не звоните мне, пожалуйста. Это было вчера или позавчера, точно не скажу, по-моему, позавчера этот бой. Кто помнит, на стриме я против Астри Кс играл големом, я ему проиграл. Ну, внимательно запомнили, возможно. Я вот этот ник запомнил, я вот буквально через пару поединков против него еще раз вышел. Но в этот раз я играл гигантом с трема мушкетерами. Вот. Значит, в чем особенность поединка, сейчас вы узнаете в конце. В начале ничего необычного. Я, конечно, ему очень жестко проигрывал. Я не знаю, у него какая-то странная колода. Не знаю, мне как-то... Поначалу я его, конечно, плейсинговал, а потом начал проигрывать. Ну, в общем, смотрите. Почему я возмущен, да? Почему я... Блин, где мой ТВ-Рояль? Потому что я посмотрел поединки, которые были в ТВ-Рояль, и попытался понять, как они сюда попали. Помните, я недавно записывал видео, Кристалл, сказочный пони в ТВ-Рояль. Два Коли в ТВ-Рояль. Причем подряд. И, честно, честно говоря, поединки так себе. Да, я ничего против не имею Коли, ничего против первого и второго Коли не имею. Они оба хорошо играют и, естественно, заслуживают попадение в ТВ-Рояль. Но поединки, честно, были так себе. Вот. Ну, там не было никакой эпичности. Ну, блин, ну просто не добил главное здание и проиграл. Все, окей. И там даже не оставалось мало хитпоинтов. Там не было какого-то момента, который тебя держал вот так вот весь бой, не знаю, в напряжении. А потом в конце вот так вот все свершилось. То есть ты все время думал, что выиграет красный, а победил синий. То есть такого не было. Не было интриги. То есть там все было очевидно. Ну, да, чуть-чуть было, но... Сейчас вы все поймете просто. Этот бой, который произошел у меня на днях, все смотрели, говорили, все, это однозначно, однозначно будет ТВ-Рояль. И мы ждем видос. Я говорю, ну так я ж тоже жду. Я прождал два дня. Фигули на рагули, а не ТВ-Рояль. Вот, ну, честно говоря, хорошо, что у меня есть канал, и я могу показать этот поединок своим зрителям вот на видос, да? Не, реально, видос... Ой, видос. Поединок был крутой. Давайте смотреть. Тут была неудачная попытка зайти на трешку. Я забыл, что у него стрелы. Короче, он стрелами забрал моих миньонов и трех мушкетеров. И мини-пекой добил гиганта. Справа я запом плюс бандой гоблина остановил его атаку. И вот слева он сейчас меня просто, смотрите, как проносит. Я гигантом отвлекаю мини-пеку. По-моему, я мискликнул, хотел мне гиганта выбросить. А, таран я хотел выбросить, чтобы он мини-пеку увел на правую сторону. Это 100%, я помню этот момент. Я хотел выбросить таран. Выбросил случайно. Короче, мисклик был. И смотрите, что происходит. Смотрите. Остается 5 секунд. Остается 5 секунд. Гигант, я не помню, сейчас сделает тычку последнюю или нет. Летит еще фаербол. Я даже поставлю на вот так вот. Смотрите, летит фаербол. Остается 82 хитпоинта. 4 секунды! 4 до конца поединка. 4. 80 хп. Смотрите. 3, 2, 1. Зап. Остается у меня 1 хп. Остается 2 секунды. И это еще не все. Смотрите. И ведьма такая выбрасывает. Смотрите. Смотрите. Просто посмотрите на этот момент. Вы просто посмотрите. Ну вы видите это? Вот ведьма вот эту магию свою. Я не знаю как это назвать. Короче. Пульнула в мою вышку. Там вообще миллиметрик от нее. И 1 хп. 1 хп. Ну что помешало этому поединку зайти в ТВ-Рояль? Ну что? Скажите мне. И конец поединка. Вы представляете? Я уже был на 100% уверен. Все, все, все. ТВ-Рояль. Да. Это должно попасть. Крутой поединок. Согласитесь. Но. Когда я зашел в ТВ-Рояль. Что я тут вижу? Я тут вижу всех. Кроме себя. Даже он Воллрайдер. Он уже второй раз здесь. Големом, лавой попадал. Ну ладно. Давайте. Откинем тех игроков, которые в топ 200+. То есть понятное дело. Их ТВ-Рояль будет в приоритете держать. И по-любому их сюда закидывать. Их поединки будет больше, чем. Ну. Те, кто не в топ 200. Но давайте посмотрим те, кто не в топ 200. Тут. О боже. Элитные варвары. Как это интересно. Я, кстати, этот повтор не смотрел. Но давайте посмотрим. Возможно, он правда эпичный. Но я покажу сейчас до этого повторы. Я там никакой эпичности не нашел. Я поставлю на их 4, потому что я эту херню смотреть не сильно хочу. Но просто посмотреть. Что же тут такого, что попал этот бой в ТВ-Рояль. Элитные варвары против гигантского скелета. С Зарейджем и клон с пылом. Это заслуживает ТВ-Рояль. Давайте смотреть. Угу. Я не знаю, как это назвать. Встретились два неопытных игрока. Да. И просто выбрасывают карты. Непонятные колоды играют. Ну, честно. Вот я вам вначале сказал. Давайте объективно смотреть на ситуацию. Как вы считаете? Вот этот повтор сравнится с моим... Ну, кстати, я этот повтор не смотрел. Давайте досмотрим до конца. Возможно, тут реально что-то интересное. Ага, 4 секунды остается. И что же тут будет? Элитные варвары добивают. Счет становится 1-1. Кстати, ну, уже более-менее. Я думал, что закончится просто со счетом 1-0. Окей, давайте смотреть дальше. Летит... А, и ракетой добьет, да? 64 хп. Ну, и бочка с варварами добьет. Да. Окей. Нет, окей. С этим поединком я спорить не буду. Возможно, да. Заслуживает. Я сейчас покажу, который я хотел записать в тот же день. Ой, где же тут элитные варвары? Где же, где же они? Что за пропаганда элитных варваров? ТВ-рояль. Зачем? Зачем? Сейчас, сейчас. По-моему, вот этот поединок. Вот, а по-моему, этот. Давайте смотреть. Опять же, клон спелл. Гигантский. Может, вот секрет вот в этих картах? Возможно, вот... Я знаю, что многие, возможно, будут меня поправлять в том, что холдик. Там по определенным алгоритмам попадают. В определенное время надо этот бой провести. Возможно, да. Я, как бы, по-моему, так и есть. Но, ребят, там оставался... Я вот, надо было записывать в тот же день, когда этот поединок произошел. Там оставался... Оставалось 2 минуты, по-моему, до нового повтора. То есть, я сыграл, 2 минуты прошло и попал новый повтор в ТВ-рояль. То есть, я не знаю, ну, неужели я не заслужил? Так, 32 хп. Окей. Посмотрите, какая классная игра. И что же? Что же будет? Неужели вот это и все? Вот это поворот! Вот это поворот! Вот это поединок! Вы видели? Вы... Не, ну вы... Я свое мнение сказал. Вы можете с ним не согласиться. Вы можете разделять мое мнение. Но я хочу, вот, чтобы вы написали объективно. Ну, вот что это? Что это за парашу мы только что посмотрели в ТВ-рояль? Элитные варвары с клон с пылом? Серьезно? Это пропаганда? Что это за гей-парады? Ай, ребят, я, честно, недоволен. Предлагаю немножко отойти теперь от нытья. И пойти в одну онлайн-каточку сделать 5-100. Кстати, я скоро буду делать 5-200. В общем, это все, ребята. Это все, что я хотел сказать, высказаться. Я вам показал свой повтор. Показал два поединка с ТВ-рояль. Судите сами. То есть, вы можете пересмотреть остальные поединки. Там все такие поединки скучные. Там ничего вообще нету интересного. Не знаю. Кстати, колода моя. Бриспам. Хорош, хорош. Бандитка сагрилась на печечку. Так, тут у нас вот так во. Будет зап. Жаль, не было ледяного голема. Давайте попробуем засейвить дракошку. Так. Засейвили, смотрите. Так, еще попытаемся уничтожить его принца. Отлично. Найс. Найс, найс, найс. Все. Бриспам тоже прикольная колода. На чем-то мне напоминает колоду голем 2 принца. То есть, выбрасываешь все подряд и тащишь. Это работает. Ну, вот смотрите. Видите, противник не знает. Блин. Вроде бы такая изи атака идет. А вот не знает, как задефать. И пропускает. Если он сейчас будет что-то подкидывать слева, я могу справа уже бандиткой и трема мухами зайти. Дефаем его атаку. Тут пламенный. Чтобы задефать мега миньона сначала. Потом перейти на гиганта. Ну и контратака, собственно, дальше пойдет. Я думаю, что выбросить бандитку надо нам. Она будет немножко получше, чем темный принц. Темным принцем будем дефать обычного принца. Так. Можно и на трешку пойти. То есть, ну тут надо смотреть. Надо смотреть, как противник будет себя дальше вести. Предлагаю ледяного голема. И таран. Поехали. И вот так. Так. Будет польза, не будет. Интересно. О, какие жертвы. Целую печку слил. Слил он. Так, окей. Сейчас принца будем дефать темным принцем. Да, конечно, разгон мы ему сбивать не будем. Потому что у принца есть щит. Делаем вот так. И бандитку закидываем. У него земли уже не должно быть для дефа. Давайте ледяного голема. Хотя ледяный голем, честно, вот сейчас был очень-очень-очень зря. Очень зря, ребята. Ой, как зря. Сейчас будет очень жесткая атака. Если я сейчас гиганта не задефаю. Да, вот этого я боялся. Окей. Фаербол. Зап. Фаербол. Зап. Темный принц. Темный принц. Дефаем. Дефаем. У меня есть все шансы. Быстрый цикл. Быстрый цикл меня затащил. Все, больше тупить не буду. Осталось 28 секунд. Запускаем таран. В качестве танка забрасываем бандитку. Здесь у нас пламенный. Тут у нас фаербол. Фаербол. Ледяный голем. Ну, то есть, изи реально. Брив спам. Прикольная колода. Мне нравится. И мы делаем 5100. Пау. Вот как-то так. Вот как-то так. Плюс 26 кубков. Кстати, ребят. Если вы хотите как можно быстрее видео на моем твинке. А оно должно выйти сегодня. Я буду там покупать спецпредложение. И буду донатить. Давайте на этом ролике сразу наберем 5000 лайков. Вы подпишитесь на канал. И нажмете на колокольчик. Почему нажать на колокольчик? Потому что Ютуб очень часто не присылает уведомления. Даже не показывает в ленте мои видео. Колокольчик эту тему хоть как-нибудь исправляет. Поэтому, если не хотите пропустить ни одной серии по моему новому проекту. Нажмите на колокольчик. Подпишитесь. Вот. И ждите. Сегодня будет еще видос по моему проекту. По моему твинку. Все, ребят. На этом буду завершать. В принципе, суть моего ролика уже раскрыта. Я хотел поныть. Потому что... Я считаю, что я заслужил ТВ-Рояль. Потому что я не первый день уже пытаюсь. Я играю в эту игру 2 года. И я много делал усилий, чтобы туда попасть. Я много проводил лучших атак, чем вот эти в ТВ-Рояль. Мои зрители не дадут мне соврать. Они на стриме видели мои атаки. И все писали. Все, это ТВ-Рояль. Колдик, ты туда однозначно попадешь. Это не единичный случай. И я туда ни разу еще не попал. Суныть пока не попаду. Все, ребят. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ждите мои новые выпуски. Всем удачи. Всем пока.